В Херсоне выпускают самолеты. Жители города так иногда слышали об этом предприятии совместном. Но об этих самолетах не сильно много, так и кругом показывают. Смотрите какой самолет. Дальше мы глядем видео его в полете. Это с 2006 года. Налажено производство в Украине, в городе Херсон. Более 500 человек занимаются разработкой, изготовлением и сборкой. Это уже 14 лет. Самолет номер один в мире среди ультралегких спортивных самолетов. И тут вот смотрите какие характеристики его. Он сертифицирован в США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австралии и ЮАР. В основных странах. И в Украине, и в Казахстане. Эти вот объявления скрыты. Просто я их щелкнул скрыть, чтобы на видео они не записывались. Вот такой самолетик этот в чертежах. Такие, видите, ножки у него. С этими оболочками. Ну что тут у нас. Стоимость. Налет. С учетом амортизации. Это затраты. А получается, Минимальная скорость 65, а так 240. Взлетная дистанция 90 метров. 4 километра высота. На 2000 километров может полететь при полных баках. Далеко в принципе 2000 километров. Вес пустого самолета. 273 килограмма только. Максимально допустимый летный вес 600 килограмм. Площадь крыла. Размах крыла. Вот такой самолетик у нас выпускается в Херсоне. Ну тут вот предприятия. У них есть офисы в Германии, Чехии и Херсоне. Но это гугл переводчик перевел с их сайта. Ну вот сейчас, как он в полете. Смотрите, тут вот у них идет. Красивые композитные материалы. Все красиво сделано. Такие сейчас технологии, что эти все закругленные формы можно сделать. Смотрите. Ну, глянуть сколько там платят. Они набирают рабочих. Вот сейчас, к примеру, в декабре 2020 года. И зарплата всего лишь 8 тысяч гривен. Это невысокая зарплата. И то там именно на рабочих профессиях, на сборке, на всем таком работать. За 8 тысяч гривен это 28 гривен доллар. Это можете посчитать, сколько. 2 800, 100 долларов. 5 600, 300 долларов зарплата. Конечно, это невысокая оплата труда. Неизвестно, почему они так в Херсоне экономят на зарплате. За 300 долларов. Вот видите, на карте Херсон. Хорошо, что открывают производство. Тут хоть людей занят чем-то. Потому что в Херсоне все крупные предприятия закрылись. Еще давно их вообще-то бумажный комбинат. А судостроительный завод там изредка получает заказы. Комбайновый завод закрыт вообще. Тоже был самый крупный в Европе. Ну, как государство относится к предпринимателям, так они сюда и идут. Тут вот частники, видите, у меня на YouTube-канале. Начали ягоды выращивать, теплицы почтой отправлять. Хоть прорыв маленький. А то вообще у нас грибочки и соленые огурцы с Китая в магазинах консервированные продаются. О чем еще можно говорить? Так что тут надо всем принимать участие в управлении как-то государством. Потому что надо делать такое свободу для предпринимательства. Потому что это рабочие места, налоги в бюджет. А у нас столько чиновников, что фактически ничего невозможно открыть. Попридумывали кучу нормативных актов, чтобы если захотите даже просто пожарить пирожки, то вам такие требования выдвинут, что проще ничего не делать. Ну, а самолеты, конечно, красивые. Тут ничего не скажешь. Такой самолетик. Такой, да? Пузатенький. Что значит эти все материалы? Красиво. Так что Херсон это и авиастроительный город. Почему они только одну модель выпускают? Ну, наверное, не стоит связываться с этими всеми моделями, когда их много, ничего хорошего не получается. А так уже все отработано у них на одну модель. Конструкция. Видите? Отработано. Проще их делать побольше. Да цену снижать. Когда производство хорошо налажено. Я так же. Я так же, я так же, Когда-то. Я отрots. Я так же, Я так же. Продолжение следует...